сегодня я предлагаю коллегам подумать над следующей деталью насколько необходим и насколько необходим позор для героя достоевского общий контекст этого вопроса ну вот ребята знают вот но для неведомого зрителя ждущего нас в интернете вот я кратко скажу в чем тут дело дело в том толкование творчества достоевского который дает олег михалыч наговицын опять таки там двух словах делал следующим ключом для понимания всего творчества достоевского и отдельных его персонажей в частности поштучно является следующая конструкция конструкция состоит в том что всякий из героев представляет собой нарочитую форму жизни он не просто живет он живет нарочитым образом он эту форму своей жизни усиленно пествует усиленно пествует и от этой усиленности это усиленность формы жизни является прямым следствием того что персонаж достоевского является рефлективным персонажем что это означает это означает что же чего строго говорят очень долго в литературе не было вовсе а именно все такое был персонаж до появления эффективного персонаж это был набор некоторых характеристик они могли быть исключительно внешними описывать его с точки зрения его внешности социального положения они могли быть внутренними в том смысле что они являются какими-то психологическими чертами вот и но все во всех этих случаях внешние или внутренние или речь шла о том что персонаж это набор некоторых качеств и мастерство писателя состоит в том чтобы этот набор качеств во-первых представить наиболее выпукло замечательно то есть вопрос описание того что есть ну и наконец некогда требовалась некоторая достоверность от от совокупности этих признаков у достоевского дело не в этом дело не в том что персонаж обладает тем или иным характером тем или иным положением в обществе а только и исключительно в том что персонаж к этому своим к этим своим характеристикам относится вот это вот акт сознавания который проделывает всякий персонаж по отношению к своим обстоятельствам к своим качествам и задает его рефлексивность всегда есть некоторый вот как принято говорить 20 веке было есть некоторый зазор в этом персонаже он есть кто-то определенный но этого мало он еще и относится как к себе как к такому-то определенному и вот именно то что он относится к себе как какому-то определенному и задает вот это вот истошность истеричность действий персонажа достоевского некоторую преувеличенную аффектацию так далее и тому подобное примером тут как бы не из числа из любого периода достоевского творчества достоевского ну там федор палочка рамазов федор палочка рамазов в молодости силу обстоятельств был вынужден жить как приживальщик ну просто такие обстоятельства человека приживальщик то есть это человек который вот выступает чьим-то иждивенцем сам не состоянии обеспечить свою жизнь но он не просто живет в качестве приживальщика он живет этой жизнью усиленно совершенно искусственно он доводит свой образ приживальщика до совершенно безобразных и отвратительных преувеличенных черт почему потому что он не просто есть кто-то приживальщик а он еще ясно сознает себя в качестве такового и что ему делать с этим сознанием быть таким приживальщиком чтобы аж прям земля затрагнулась а все окружающие пришли в ужас не просто так уж если пьянствовать и безобразничать то не просто культурно как у драматурга островского замечательно сказано всякое безобразие должно свое приличие иметь так вот это так сказать все замечательно и прекрасно но это не про героев достоевского у них безобразие совершенно неприличное всегда вот и это общая характеристика рефлексивного персонажа с которым имеет дело достоевский вопрос в том как эта рефлексивность начинается вообще говоря почти всегда у достоевского эта рефлексивность персонажа начинается с одного сорта опыта с переживания некоего позора человек переживающий остро позор развивает в себе вот эту самую рефлективность и становится вот таким вот бесконечно аффектированным персонажем у меня вот возникает вопрос насколько это необходимо для такого персонажа и что значит для него этот самый позор и в качестве как бы конкретного примера что ли на который я хочу указать выступает самый первый роман достоевского бедные люди роман в письмах то есть там есть прекрасная юная девушка есть уже поживший взрослый человек мужчина они состоят в переписке они живут в одном доме иногда видятся но в общем главное их жизнь протекает в письмах макар девушкин и его варенька достоевский заставляет этого своего макара девушкина да и он полностью рефлексивный персонаж человек всецело униженный то что с легкой руки белинского кажется да было принято называть маленьким человеком вот он как бы ясно сознавая униженность своего положения и он сознательно униженное существо он в одном из писем очень характерно пишет что ну да там на меня начальство ругается унижает по всяческому да ну так конечно так оно и должно быть потому что на этом мир стоит если бы мы не унижали друг друга и не топтали друг друга то было бы совершеннейшее безобразие то есть он мало того что унижен так он еще и сознательно унижен он такой вот как бы вполне понимающий что делает пестующий себя в качестве униженного персонажа так вот достоевский его заставляет читать два литературных произведения ну вообще говоря больше есть еще он читает и восторженно макар девушкин читает и восторженно цитирует какой-то совершеннейший литературный шлаг то что сейчас называется бульварной литературой там какие-то совершенно неземные страсти сердце возглядало от любви и прочие значит ужасы вот но это оставить это просто сейчас к делу не относится к делу относятся два и учтения которые занимают особое место потому что потому что макар девушкин совершенно очевидным образом отождествляется с персонажами прочитанных произведений он узнает в них себя но при этом при том что он каждый раз узнает себя эффект от этого узнавания почему-то удивительно разные сначала он читает станционного смотрителя станционного смотрителя из повестей белкина пушкина там история какая есть некий одинокий человек работающий станционным смотрителем должность ничтожная очень плохая в том смысле что все тебя считают за сволочь за врага все тебя так сказать всяческим образом унижают а то и бьют вот и в общем жизнь совершенно нехорошая и в этом в этой нехорошей жизни у него одно из клей одно утешение у этого самсона вылина так зовут персонажа это его дочь она красавица умница хозяйка в общем дуняша так сказать вся от рада и от рада всей его жизнь все хорошо и вот мне очередной проезжий гусар красавец с усиками вот соблазняет и увозит дашу а вот дашу вы извините дуню евдокию ну понятно что бедолага этим совершенно потрясен потому что во первых он уж никак не хотел такой судьбы своей дочери вот он пытается разыскать этого офицера и соответственно свою дуню находит вот имеет несколько столкновений с офицером видится со своей дочерью ничем хорошим для него не заканчивается он в результате вынужден сказать вернуться из столицы обратно на свою станцию до конца жизни там прозябать в совершеннейшем унижении постепенно спиваясь и умирая что естественно совершеннейшем непотребственно а пока девушкин узнает себя в этом самсоне и с чрезвычайным воодушевлением об этом варенький пишет смотрите какая прелесть вот как выглядит я жизнь до прожил а не знал что так для меня хорошо написано нет прям вот так вот все и есть и я так живу говорит он и прям так вот плакать хочется в общем он чрезвычайно потрясен но в лучшем смысле этого слова от от образа самсона вылина он узнает себя он не знают себя в этом бесконечном унижении в этом в этой тяжелой жизни который вынужден жить и там как бы перспектива совершенно плохая вылина умирает не повидавшись со своей дочери не знаю что у нее все хорошо наоборот предполагая что когда ее бросит офицера вы бросить вот она пойдет на панель и все такие ужасы вот он умирает во всем этом ужасе ничего об этом не зная и все это замечательно у пушкина кратко с невероятной силой описано а макар девушки над этого просто находится в восторге какая прелесть потому что вот описали меня такого униженного во всей красе вот и и все хорошо и после этого варенька ему советуют прочитать шинель гоголя он читает и пишет ей письмо которое из себя представляет просто по-моему это даже один абзац огроменный такой абзац на две страницы которые себя представляет просто непрерывный вопль ужаса он опять узнал себя в акаке акакевича башмачкин в этом униженном маленьком ничтожном человечке узнал но в этот раз он почему-то не умиляется а кричит просто от ужаса и заканчивает письмо свое вообще феерически варенька ведь ведь это же ведь надо жаловаться понимаете надо формально жаловаться властям то что уж это такое так вот понимаете ли меня описать хотя с внешней точки зрения с внешней точки зрения судьба башмачкина более благополучно он всем доволен он такой простак который служит там по какому-то ведомству неизвестно по какому все что умеет это переписывать бумаги когда его однажды попросили не переписать бумагу а там поменять с третьего лица на первое лицо в тексте и там два абзаца объединить он не смог этого сделать это выше его разумение выше его способности а просто переписать и вот этого маленького ничтожного забитого персонажика в котором опять-таки узнает себя у него в целом все хорошо он хорошо живет там живет бедно так он никогда не знал другой лучше жизни вот все как бы вся интрига повести шинель состоит в том что у него прежняя шинель ну совсем уже стала дырявая и невозможно на службу ходить в ней просто выгонят с работы когда начальство увидит в таком безобразии вот поэтому надо шить новую шины и вот там это целое предприятие очень вкусно описанное как он копит деньги как он на цветы с спортным ищут материал а на воротник пошла конечно не куница какая там куница и даже не енот а кошка но самая лучшая кошка какая-то по нашлась в лавке и все это в общем крайне замечательно в общем у человека в жизни маленький праздник он когда наконец-таки пошли ему эту шинель он ее надел он испытывает просто экстаз чувство восторга и кстати в своем беспрерывном вопли ужаса когда девушкин жалуется вареньки на всю эту безобразие под названием шинель он только один раз говорит да вот знаете вот про эту уж как бы шинель вот это сладострастие от надевания новой вещи это очень хорошо написано говорит он вот я тоже бывал еще тут как-то купил новые сапоги и такое наслаждение испытал их надевая вот это прямо вот господин сочинить очень правильно написал в общем все все замечательно с господином башмачкиным который вот надел эту шинель вроде бы жизнь пошла на лад но там оказался в плохом месте в плохое время его на сенной площади ограбили сняли с него эту шинель вот и а поскольку было зимой метель и вообще такое потрясение для бедного человека он от этого приключения взял да и помер вот ну никакого особенно на самом деле трагизма в его судьбе не вообще говоря гораздо более трагичные неприглядно судьба самсона вырина с башмачкиным ну что тихо жил человек ну вот было у него приятное событие шинель пошил новую а потом вот не в том месте оказался и помер от неприятностей ну бывает ничего страшного на самом деле и вот почему-то вот это внешне ничего страшного совершенно потрясает и убивает макара девочки он криком кричит это ж нельзя так описывать пишет говорит он это ж я теперь на улицу не могу выйти потому что всякий меня узнает потому что господин сочинитель уже все у меня описал просто как облупленного почему-то когда он как облупленного себя находил в самсоне вылини это его не расстраивало он был готов выйти на улицу жен спокойно во всем этом так сказать не ничего страшного а тут видите ли что произошло вот гипотеза олега михайловича состоит в том что гипотеза олега михайловича стоит следующем что сам башмачкин является таким же рефлектирующим персонажем как и персонажа достоевского причем не просто маленькие забиты потому что таким уродился а потому что он сам таким стал конечно в определенных обстоятельствах и все такое прочее но это был его выбор стать именно таким такой экзистенциальный он так поборол свои безобразные нищие обстоятельства он не переживал по их поводу не убивался а просто их вот принял в таком настолько полно принял что совершенно смирился и несмотря на то что он это принял все-таки сам гоголь пишет повесть шинель таким образом что вот это вот экзистенциальное решение со стороны башмачкина из этой повести обнаруживается именно виде совпадения не в психологии с персонажем а именно в этом экзистенциальном выборе вот когда это совпадение видит девушки вот тогда он кричит как резаный почему-то почему-то рефлексивный герой не переживает не может пережить спокойно своего описание себя адекватного описания себя не в психологическом смысле еще раз психологическое описание он переживает на ура и только рад что его такого прекрасного под именем самсон вырин описал пушкин нет когда описывается он как субъект совершивший определенный экзистенциальный выбор определенная сказать позицию по отношению к своим обстоятельствам занявший вот только в этом случае рефлексивный персонаж криком кричит и вот у меня в этой связи два вопроса занимают вопрос первый действительно ли необходим опыт позора стыда как хотите сейчас я ничего не говорю чтобы различить эти категории для того чтобы стать рефлексивным персонажем это вопрос первый да я просто скажу второе и начнем обсуждать вопрос второй в чем собственно говоря почему сам позор для рефлексивного персонажа переносим а вот его описание именно в качестве рефлексивного персонажа для для девушки на ней не не невыносимых он не может вытерпеть этого он просто испытывает невероятные страдания сам позор он научился переживать а то что кто-то умеет описать его переживающего позор не психологическом в экзистенциальном смысле оказывается это невыносимо почему так честно говоря вот мне тут это представляется загадочно вот у тебя вот здесь мне кажется есть некоторого рода такая недоговоренность что дело то что мне кажется что вот как раз позицию олега михайловича наговицына в отношении вот русской прозы хорошо описывает такой персонаж как персонаж и из подполь подпольный человек да вот из записывая из подполья там просто как раз очень хорошо указывается на то что есть два вида в две две позиции которые оказываются люди одна позиция это вот непосредственный деятель да и вторая позиция это вот как раз та позиция который ты говоришь рефлектирующий или там усиленное сознание называет так вот если рассматривать вот в этом аспекте то о чем ты рассказываешь да про дедушкина и почему на самом деле он не его для него нестерпимо его описание то мне кажется что изначально каждый изначально этот персонаж является на самом деле непосредственным деятелем и когда он считает о себе то это фактически для него означает стать на позицию это усиленного сознания непосредственный деятель для него быть в позиции усиленного сознания есть во-первых позор а во-вторых нечто нестерпимое потому что когда он находится в некой ситуации непосредственности да он как бы находится в гармонии с миром для него какие без какая ситуация либо не была эта ситуация просто является естественной ситуации его жизнь она она для него нормальная течение жизни когда он попытает смотрит на это со стороны когда он считает на себе как они роды персонажи он на самом деле фактически его заставляют рефлектировать о самом себе и он фактически его ставят в позицию рефлексия самом себе вот это вот рефлексии есть нечто что для него нестерпимо и в этом я более того скажу что даже этой рефлексии есть для него позор рефлектируя себе он оказывается в ситуации позор живя непосредственной жизнью это для него естественно а рефлектируя об этой непосредственности он ставит на позицию позор вот мне кажется вот так бы надо бы интерпретировать поэтому не касаются те персонажи которые ты описал они являются все-таки непосредственными деятелями и проблема состоит в том когда эти деятели вдруг каким-то образом сталкиваются с необходимостью плетировать о своей о своей деятельности своей жизни а мы только такую интерпретацию исходно исходного романа бедные люди рассматриваем только на любую просто вот нестерпимость нестерпимость шинели и в то же время принятие станционного смотрителя нужно объяснить его другого наиболее естественное объяснение состоит для меня в том что случае станционного смотрителя этот человек самсон были но он как бы оказывается жертвой обстоятельств непреодолимых для него и никакого нет позора для человека не устоять перед этим ураганом до всего жизнь сметается как когда вот чем-то внешне вот и он оказывается вот такой жертвой который можно посочувствовать таким образом как вас обнаруживая себя в нем можно посочувствовать себе вот и в этом сочувствии как бы нет никакого никакого можно сказать униженности это униженность без униженности это обстоятельств это жертва обстоятельства то же время вот мы видим персонажа шинели и может быть где-то за кадром какие-то причины его изогнали в эту в это положение давно они никак никому образом не даны потом просто здесь не есть такой какой он есть его все устраивает как будто он сам своими руками там условно говоря это создал или просто вот не пытался что-то изменить современным глупым языком да но суть в том что он как жертва не представляется и в этом смысле он не стерпил для человека который вдруг себя в нем увидел потому что получается что никто не виноват вот так сказать со стороны в его таком положении а только он сам нет но он же как бы он его ужас его положение мы же понимаем да уже все положите не в том что у него отняли шинель и он умер там на улице это же не в этом проблема в том что что он так вот уже жил что он покупал ту шинель что больше ничего у него не было что он переписывал в этом же ужас то есть его внешне капиталь все таки то что он меден нет ну тут надо знать еще нет никакой нет никакой силы а как бы сила она должна быть персонифицирована чтобы к ней можно было обратить свои претензии так чтобы ну вот как там у современных фанатов там русских да они персонифицируют так сказать врага в ком-то так и здесь в лице этого гусара гусара слово оно как бы обрело себя вот против него можно выступить всегда так легче давайте как бы на психологическую все таки вот интерпретацию не скатываться я просто хотел бы добавить потому что он говорил вот игорь тут выступал и говорил о том что эти вроде есть какой-то экзистенциальный выбор да у персонажей быть таким или не быть вот как раз в ситуации когда человек находится никого рода стихи и живет естественным образом как я говорю как непосредственный деятель никакого выбора у него нет он на самом деле рождается до этой стихи и живет просто да и для него поэтому этой стихи естественно просто потому что он в ней родился то что это для него это норма норма ты полагаешь что все эти непосредственно деньги существуют я полагаю что как бы по крайней мере мы сейчас обсуждаем персонажи достоевского достоевского такая классификация существует так вот и просто если мы исходим из этих из терминов которые предложил достоевский то мы об этом можем говорить а вот теперь другой другая ситуация когда человека ставится так вынужден или его ставят в позицию рефлексии да то тогда он вдруг обнаружит что у него ведь был выбор и он этим выбором не воспользоваться или более того и он должен сейчас им воспользоваться допустим он прожил жизнь ничемно это ведя себя как бы просто непосредственно да вот в стихии жизни но теперь то он уже не может быть непосредственно если он погрузился в рефлексии он вынужден теперь выбрать вот вопрос в любом случае что такое должно произойти с персонажем чтобы он стал рефлектирующим вот что потому что позиция олега михайловича во многом состоит что что следующее вот персонаж достоевского до рефлективно как становиться рефлектирующим это как бы другая история мы это можем сейчас оставить в стороне там есть они или нет ли нет ни в любом случае в любом случае вопрос ведь о чем это неудачная точка зрения его отдельного персонажа герой записки нет это 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 есть папа называется ноги называется подпасовка фактор когда хочется чтобы было что-то так какой-то факт ну вот давайте ему не удовлетворять давать идет на это внимание давайте вы посудили я я объясню почему сейчас это можно отставить в сторону вопрос о том есть ли непосредственные деятели в романах достоевского или нет потому что меня больше занимает сейчас вопрос следующий а вот для описания рефлективного персонажа чет с ним есть или нет непосредственные деятели неважно но вот если есть рефлективный персонаж то вот для его описание для его так сказать представление в романе ну он должен быть поставлен в ситуацию позора или он может стать рефлективным персонажем иначе благодаря чего-то другому вот ты говоришь что вот он может так с ним случиться что он станет рефлективным хорошо вопрос что с ним должно случиться просто есть на самом деле здесь нет никакого закона да потому что есть такие персонажи помните там поручить которого там высекли спокойно там как бы вроде высечен был спокойно пошел и пирожком заел да как будто бы это нормально норма жизни да что вы взяли и высекли я думаю что нет никакого закона по которому персонаж ну а лучше говорить в жизни человек вынужден вынужден стать рефлексивным человек может столкнуться со своей рефлексией но прожить ее точно так же естественно да в некого рода стихи жизни и точно также благополучно не забыть как там о страшном сне то есть здесь нет закона скорее чем надо говорить о том что вот есть такая рефлексивная позиция человек на нем может стать а дальше на самом деле он может либо от эту позицию отринуть и продолжать жить как бы непосредственно либо как бы его жизнь изменится и он совершит изистенциальный выбор только тогда потому что можно совершать выбор только тогда когда человек есть что выбирать когда человек находится в стихии жизни ему нечего выбирать он просто живет так как живет ну или вот по-другому можно сказать действительно удивительная ситуация если то как ты описываешь если принять твое описание что и этот макар девушки девушкин является рефлексивным персонажем и персонаж Шенери является рефлексивным персонажем и видя описание один рефлексивный персонаж узнавая себя видит свое описание и это для него непереносимо это странно действительно это странно и описание которое напрашивается что он да да допустим что вот этот герой Шенери все-таки сделал некий экзистенциальный выбор и выбрал вот эту свою жизнь так как он ее выбрал в общем действительно так можно ведь сказать и про всякого человека да если он живет какой-то жизни он ее выбрал вот другое дело стало стало ли для это стало ли это для него так сказать фактом сознания осознанно ли это выбор выбор ли это которую он может сам перед самим собой озвучить и даже мы тут говорим опять же не про герой Шенери а вот скорее про макара девушки то есть получается ситуация следующая что он сам выбрал такую жизнь и он сам является вот этим персонажем и при этом вдруг ему сообщают о том что вот ты выбрал ты сделал вот такой выбор и это для него становится непереносимо то есть он впервые оказывается перед фактом своего выбора и этот выбор насильственным образом становится для него осознанным да 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 конечно то есть он впервые не перед фактом выбора оказывается а он оказывается перед фактом признания собственно рефлексия вот это непереносимо как раз ну конечно же да вот именно так есть некая роду натянутся в твоих позициях. А какая моя позиция? А дело в том, что если персонаж рефлектирующий, допустим, и он возится с этой шинелью, ну какой рефлектирующий персонаж будет отдаваться в все подробности в неких внешних обстоятельствах? Или там башмашкин, который выписывает эти буквы? Да-да-да. Именно так. Подожди. Для рефлектирующего персонажа это вещи нестерпение. Сейчас критиковать незнаемые позиции. Ты ее можешь рассказать? Нет, я просто тебе рассказываю, почему эти персонажи не рефлектирующие. А ты можешь объяснить, что ужасного, что непереносимого в осознании своей рефлектирующей? Наоборот, все стремятся, вот такие все стремятся, критерсии это свои. Самый простейший персонаж, любой персонаж Рестремского, он рефлексивен. В каком смысле он рефлективен? Рефлективен в том смысле, что он всегда подражает самому себе. Выбор, перед которым он состоит, это не выбор тем, кем он будет, маленьким чиновникам, либо испанским городом. Ни в коем случае. Вот он жертва собственных обстоятельств. Как он к этому может отнестись? Тем, что стилизировать, заигрывать, превращать произведение искусственного в собственную жизнь. Это их элементарная форма рефлексии. Они все время находят в состоянии рассказа, вот эти деятели. То есть он превращает обстоятельства собственной жизни в роман о самом себе, в повестье на самом себе. А вот кот, который какой-то по улице, превращает? Не превращает, кот не превращает. Вот ты расскажи мне, в чем разница жизни, непосредственно дети или кота. Кот не превращает. И так позиция шаткая. Потому что нам дальше нужно, чтобы Игорь объяснил, почему увидеть, что ты рассказываешь о самом себе, и слагаешь о себе повесть, это ужасно. Да, да, да. То есть форма рефлексии состоит в том, это непредметная форма рефлексии, в том, что я нахожусь в состоянии рассказа, я рассказываю о самом себе повесть. Я вхожу с удивительным сладострастием в подробности выбора кошки на воротник собственной шинели, в своих-своих бедных играх, во всех этих прочих. Как обычно в жизни бывает, что не искусство подражает жизни, а жизнь подражает искусству. Герой подражает самому себе. Он не властен во внешности своих обстоятельств, он не может стать никаким испанским королем, это совершенно невозможно, потому что даже если он так подумает, испанские гранды будут больно-больно биться палками потом. Это безусловно, безусловно, но тем не менее он может подражать самому себе, он может оказаться вот в этой самой ситуации. Поэтому для героя бедных людей так и интересен станционный смотритель. Да, это жизнь униженного несчастного человека, но одновременно это и повесть его жизни. Это то, что рефлексивный персонаж делает. Вместо рефлексии как таковой он превращает свою жизнь в искусство. Вот это очень странно. Поэтому он и оказывается описуем совершенно. Почему? Потому что он сам себе пишет. Он сам себя описывает, и поэтому он оказывается описуем. В этом разница между элементарными героями Достоевского или элементарными героями Гоголя по отношению ко всей остальной мировой литературе. Они у персонажей у всех остальных были описуемы, потому что они грошки, цветок грошки, потому что это некий персонаж, который надо было описывать. А здесь он сам пишет себя, подражая сам себе. Вот это странная ситуация, но то, что сам пишет себя и подражая сам себе, это надо понять и принять. Как раз деятельность вот этой рефлексии состоит, что рефлексию как таковую, то есть чистоту собственной формы, собственной данности, он принять не может. Он ее постоянно заигрывает, потому что нельзя же себе сказать, что его унижают просто так. Нет в этом его присутствии. На этом Русь-матушка стоит. Это унижение этого простого чиновника, оно является тем же, совершенно необходимым. То есть, собственно... Вся Русь унижена? Да, конечно. Но вот это и странно. Да, да, да. Именно так. Именно вся Русь тоже и унижена. То есть, казалось бы, самый главный грех до христианства, как мы как раз и Достоевский об этом везде говорим, это гордость, да? А у нас получается, что вся Русь унижена на пороге. Ну, я же не об унижении Руси-то говорю на самом деле. Я говорю просто о персонаже, которые всего лишь пытаются... Да нет, это как бы лишний просто довод против того, что этот персонаж унижен. Он не унижен, он как раз становится униженным, только в том случае, когда узнает о себе, он вдруг узнает, что на самом деле... По-настоящему, да. По-настоящему, да. А до этого он никакой не унижен, он доволен своей жизнью. Он живет естественно. Я говорю, что все так живут. Ну ладно. Ну хорошо, продолжим, значит. И все? Ну вот это я поговорил вот о первой, некой первоначальной ситуации. Теперь вторая ситуация. Значит, эта ситуация связана с тем, что этот выбор, который совершает любой персонаж для того, чтобы не быть лицом к лицу с чистотой формы, а потому что чистота формы – это чистота небытия. Это и есть формула, это и есть унижение, и позор, и так далее. Потому что чистота небытия. Небытия. Чистота небытия. Вот этого, если вот этого, этой ситуации нет, как раз цель подражания самому себе состоит, чтобы этой ситуации избежать. Избежать в полной своей пустоте. А что делает Гоголь, настоящий писатель? Настоящий писатель, он изображает не цветок в картке, не описывает внешние обстоятельства жизни кого-либо еще, как герой того пошлого романа, который он одновременно читает. А на самом деле описывает собственное отношение человека или сознания к происходящему. Отношение сознания к происходящему такому, что человек подражает сам себе. Безусловно. И вот когда ты понимаешь, что в этой самой ситуации сознание выступает всего лишь формой, а настоящее сознание состоит как таковое, что эта форма является чистой, то есть является формой небытия. И вот тут-то и оказывается эта проблема. Когда ему предъявляют человека в шинели, этому Макару, да, девушкину, то он и оказывается способен на тот шаг, который всю свою жизнь пытался избегать. Вот в этом и есть ужас. Ужас состоит в мышлении небытия, безусловно. В мышлении формы как таковой. Я бы знаете, что сказал бы, что Игорь Берет чисто философию и спокойно задумываясь о том, вкладывается на литературу, не допускает в это. Укладывается, если укладывается. Ну как укладывается? Ты насилуешь содержание, по-моему. Нет. Для того, чтобы уложить, ты как бы репрессируешь все различия, и говорят о том, что их просто нет. Причем я на отличие тебе указываю, что это вроде ненормально, что вроде аномалии есть. А ты говоришь, что эти, она маленькая. Маленького героя, что форма подражает самой себе, вы согласны эту точку зрения принять? Даже любой маленький герой, то есть рефлективный герой великой русской литературы, начиная от Пушкина, Гоголя, и кончая Чеховым, он подражает. Хорошо. А если, как бы, скажем так, психологически достоверный опыт, который мы способны пережить, который говорит нам о том же самом, не философское изложение, а вот, чтобы мы столкнулись с той же самой непереносимость, допустим, чистой формы. Да. Но у тебя есть такой опыт? Я думаю, что есть. Я думаю, что есть. Я думаю, что есть. Тот, допустим, опыт, который мог бы быть у меня, он совершенно не сопоставим с этой ситуацией. Чтение Шинепи. Я не понимаю, как бы, как, увидев там механизмы своего собственного вот этого вот обыгрывания, да, можно... То есть, почему этому ужасается человек? не тому, что он в этой ситуации, а тому, что он, как бы, эту ситуацию разыгрывает. Наоборот. В этом разыгрывании он же ее и побеждает. Разве нет? Разве он свою, как бы, вот эту вот бедность не изживает, превращая ее в игру? Да. Если бы он превращал ее в игру, там бы он просто бы читал какой-нибудь красивый роман. Или некрасивый роман, как со станционным смотрителем. Можно. Просто вот... Обычно ведь, что такое разыгрывание самого себя или разыгрывание жизни? Подражание самому себе. разыгрывание жизни согласно некой форме. А ведь это, если что, это как пародия жизни? Да, конечно. Правильно. То есть, получается, что человек живет не жизнью, а пародией на жизнь? Конечно, конечно. Не, ну что, конечно. Так я же и говорю о том, что это не есть изначальная позиция, она никак не может быть изначальной, повседневной позиции. Мы не живем пародией, мы живем в некой естественности. А пародия на естественность возникает как вторая позиция, она никак не может быть первичной. А у него получается, что пародия первичная. У него тоже это интересно, что когда я открываю дверь и выключаю свет в комнате, я оказываюсь в этот момент пародией на самом себе. Я просто живу, просто открываю дверь и просто выключаю свет. Может быть, ты и прав. Действительно, просто выключаю свет и просто открываю дверь. Ты смотрел, когда ты выходишь на улицу, переходишь дорогу, на тебя несется машина, ты, допустим, отскалькиваешь, да? Тут ты никак не пародируешь действия издруганного человека. Не пародирую, не пародирую. То есть, когда речь заходит о чем-то серьезном, когда подступает какая-то грань, пародия-то сходят, ну не всегда. С машиной там очень просто, потому что там меня как такового нет, потому что я уже отпрыгнул в тот момент. Когда машина несется, это как руку на огонь. Очередная. Меня тоже нет. У меня вот одно замечание, просто я нечего не понял, когда тут использовалось слово «рефлексия», видимо в чисто гильдянском духе, тем более чистая форма, а не бытие. Вот это, я считаю, что философски, вот эта теоретология фундирована нерасторочно для современного человека сегодня. И мне кажется, это сбивая с толку, поскольку я бы мог совершенно по-другому представить там понимание рефлексии, может быть, и тем более чистую форму, которая в моем представлении, это есть просто мысль, да, или знак значения. Вот что у меня немножко резонуло, что может быть, или тогда не нужно говорить о рефлексии, или отдельный разговор, посвятить рефлексией. Рефлексия не в рефлексии в смысле. Рефлексия подвигается на рефлексии в смысле. Обычное осмысление самого себя, описание самого себя, обращение внимания на самого себя. Исплатывание себя как чистой формы происходящего. Свидетельствование о самом себе, переживание самого себя, вот в таких вот обыденных интуизиях. Почему действительно всегда пьяницы какие-то, бедные чиновники, почему, допустим, у него оказался человек президентом, да, вот, и как к этому отнестись, да, и вот он становится супер президентом. Почему не так, да? Почему всегда, вот, ну это, собственно, к вопросу опазовали, да, действительно, может быть. Да, это другая сторона вопроса, да. Нет, это очень просто, потому что украсть может только кристально честный человек. Украсть может только кристально честный человек. Потому что есть действительно профессиональный ворог, карманник или тот домушник, он профессиональный, он, являя этой деятельностью, является субстантным. Честного человека украсть не является субстантной деятельностью. А почему здесь хорошо? Я говорю про то, что персонажей много, ролей много, да, есть роли, там, не знаю, есть роль домохозяйки, да, вот, есть роль, там, не знаю, потому что президент это вещь субстантная, а честный человек, который украф или просто пьяница, пьяница, это вещь не субстантная. Вещь не субстантная. Она бывает субстантная, да? Нет, ну это, Игорь, ты, по-моему, увлекаешься, увлекаешься. Ладно. В русском языке различается Келлер и убивец. Убивец это не субстантная вещь, или это специальная вещь. Хорошо, а как бы с персонажем таким как врач, как врач, как бы с персонажем? Ну, у чего? Субстант Чехова, у Чехова, у Чехова. И он не может. Разыгрывать врача. И рефлютировать он не может никогда? Почему может? Почему как бы врач может разыгрывать врача, да? Да. Да, он его сделает, он как раз и живет в этой субстантной форме. Но когда он оказывается рефлютивен, то он оказывается в чистоте формы, да? То есть, чистота формы, это у нас что? Это всегда некая недознача, это субстантность. Это вот именно позор. Не субстантность. Врач рефлектирует, что он врач, и почему-то становится... Подражается ему себе, а заводит пенсне красивое, заводит росточку, бородку, начинает рассуждать. Белый, в чем позор? Ни в чем здесь позора нет. Он находится вот в этой, такой вот своеобразной... Это, конечно, интенсивное отношение с самим собой, на основании некой деятельности, деятельности врача. Но это интенсивное отношение с самим собой, оно субстантное. Я пишу роман на самом себе, я вот такой врач в белом халате, или в черном, или в каком-нибудь там еще. А когда ты из этого врача ты превращаешься в пьяницу и твою подзаборную, вот эта деятельность становится уже несубстантной. Если ты на этом настаиваешь, ты как раз настаиваешь на частоте своей формы. По-моему, это оценочность. Это не оценочность, это факт. Подожди, оценочность состоит в том, что если мы говорим о формах, содержание никак не может на эту форму влиять. А у тебя получается, что в зависимости от того, каково содержание, это позитивное, как быть врачом, или негативное, как быть алкоголиком, влияет на состояние формы. Нет, еще раз. Смотрите, ситуация не в том смысле, что форма влияет на содержание, то для честного человека быть вором это деятельность несубстантная. Подожди, еще раз. Чистота формы. Что такое чистота формы? Это и означает, что эта форма никак не пронизана и никак не зависящая содержание. Какое бы содержание в нее не вступило, она чистая. Это означает, что в первую очередь эта форма есть форма и не быкина. Вот что? Возможно, иная трактовка. Чистота формы означает, что содержание совпадает с формой. И то, что есть на самом деле. Да? Вот форма мысли, форма значения, все наше знание, оно чистое. Ну, чистота не выгодно. Нету иного содержания, кроме содержания формы. То есть форма и содержание это одно и то же. Поэтому можно говорить о чистоте формы. Но здесь прямо противоположная вся ситуация. Просто, давайте так, будущий последователь. Если мы говорим о чистоте формы, то никак эта чистота формы не может быть затронута содержанием. На него содержание все равно. И врач может оказаться в ситуации позора, и алкоголик может быть в ситуации позора. Любой. Любая конкретная содержательность может оказаться в этом составе. Поэтому и президент может от нее оказаться. Я начинаю уже соглашаться с Александром Сергеевичем. Вот эти термины, к которым я тоже отчасти привык, чистая форма небытия и так далее, они скорее запутывают. Чистая форма и с формой небытия. Нет. Что с этим высказывали? Слушай, я по-моему, ты дофига высказал. Я могу сказать, что те термины, которые игорь употребляют, они действительно вводят в заблуждение. Потому что на самом деле, когда он говорит слово «форма», он не имеет... А форма небытия это уже не чистая форма. Это уже не чистая форма. Когда Игорь говорит про слово «форма», он имеет в виду слово «как». Он не имеет в виду слово «форма» в том смысле, как мы привыкли как нечто отличное. Переводи, переводи. Что такое слово «как»? Небыть. Вот способ «небыть» это чистый. Дойдет до небыти. Что такое хак? Врач, человек, существует как врач. И он делает все как врач. Допустим, пьяница, он существует как пьяница. И он ведет себя как пьяница. Подонок, соответственно, ведет себя как подонок и так далее. Прежде всего, он носит табличку «знак врач». И вот этот знак и есть чистая форма. Да, потому что мы здесь говорим о форме означенной. Да, я просто, Александр, к вашему точке зрения, действительно, в данном случае Игорь как раз понимает форму не в чистом смысле, не так, как ее философию понимает. Он понимает под формой некого рода способ бытия. То есть именно содержание этого способа бытия совпадает с самой формой, потому что это форма «как». И когда Игорь говорит о небытии, он имеет в виду, что там нет никакой такой формы. «Не быть» – это означает «никак». То есть вот как, 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 как врач, как пьяница, а как вот никак. Вот есть ситуация, когда я никак, я никто, я не врач, я не врач. Я могу же стать в такую позицию, что отрицать, что я врач, отрицать, что я пьяница. И кем бы я ни был, во всякой этой конкретности, я буду, это не я. Это никого рода может, если говорить психологическим языком, это мои маски. Но меня-то здесь нет. Где-то я, где как. Вот быть в небытии – это означает быть не конкретной, это какое-то лечение, а просто быть обнаженным, чистым, как чистым. Я уже понимаю, что ни о каком настоящем небытии здесь речи не идет. О небытии – это значит только когда-то. Что есть истинное, ну как бы, чистое бытие. Что никакого другого. Что когда мы как врач, мы в небытии. Когда мы как пожарник, мы в небытии. Если мы это понимаем, мы это не понимаем. Мы понимаем. Нет, наша ситуация быть как врач – это и есть форма избежать признания того, что мы в небытии. Это его способ избежать. Нет, нет, это я же объясняю просто термины. Когда Игорь говорит небытие, то это просто такое бытие, которое не имеет никакой конкретности, а чистая возможность. Вот чистая возможность, как потенциальность. А в смысле каждой осуществленности небытием является. Это неправильно переводится. Ну, Игорь, неправильно, а может сколько угодно говорить. Это у нас смысл того, что он говорит, таков. Ну, я с тобой согласен здесь. Просто я... Нет, там, с тобой следует Платону, который в соописии абсолютно точно сказал, что небытие есть. И вообще вся идеология, философия Платона, и чем он, в конце концов, остался в философии, то, что он опроверг или довел до совершенства Промениза. Да? Отценно, несущего нет. А потом сказалось, несущие есть. И это в диалоге софист против софистов. Там у него расписано все чудесно. Поэтому, когда... Вот я слышу там про небытие, которое... Нет, возможность, конечно. Это та существующая возможность. Нет, нет, нет. В этом смысле это не... Ну, я хочу заметить, что тот разговор, который у нас... Нет, быть, я должен делать, да. По отношению к парменидовским и платоновским сущностям, это очень далеко подвинутый разговор. То есть мы здесь не имеем в виду форму, ни в коем случае, не та самая форма, которая делает Шармейдию. Не та самая форма, которая является формой пространственности и времени. И небытие здесь имеет совсем другой смысл. Здесь речь идет, в первую очередь, конечно, об означивании стих. В форме как в форме означивания. Ну, а зачем тогда действительно, Александр же правтная, зачем вы употребляете термин формы, запутывая... Ну, а теперь как еще? Форма, она везде форма. Да дело же не в этом. Она находится... Это разговор продвинутый по отношению к парменидове. К платону очень далеко. Это понятно, но просто... Ведь надо... Можно просто сказать, есть некоторые способы бытия, да, и описать их. Способы бытия бывают быть врачом, быть там этим... Я не знаю, там, подмастерями. Нет, ну, основной вопрос здесь. Потому что мы работаем... А имитие это какое-то значение для жизни, да? Вот ведь посылка-то была такая, что это важно, каждый человек задается таким вопросами. А сейчас получается, что это просто литературоведение. Это вот как живут персонажи в книге, понимаешь? Если мы не согласимся, что наш мир есть текст, понимаешь, и что все это есть некое повествование, вот. Мы можем как бы забыть это все, что происходило? Если мы не литературоведение. Да, подавляющее большинство народа так и живет. И подражая себя как врачу, пилоту гражданских авиалиний, что-то... Вот так народ и живет большинством. Ну, ведь по правде говоря, так народ не живет. Вот что самое интересное. Ну, очень многие так живут. Ну, получается, что литература... Что такое реалистическая литература? Она хотела отразить то, как устроена жизнь. А на самом деле получается, что жизнь устроена по-другому. И если мы вдумаемся, как живут эти башмачкины и всякие прочие персонажи, Гоголи, Достоевского и прочего, то мы сразу поражаемся. Но такого не бывает. Ну, нет такого человека, который не может местоимение поменять. Но не бывает. Во-первых, у них присутствует всегда, у всех людей присутствует не одна форма, а множественность. То есть, это вот множество смазок. И уже в столкновении друг с другом, уже в смене, достаточно ведь того, что одна маска сменяет другую, вторая сменяет третью, третья и так далее. Вот в этой чихарде они отрицают друг друга, и это происходит на глазах у самого человека. Это очевидно для него, так или иначе, что он сейчас вот пришел на работу, он один, вернулся домой другой. То есть, он дома отец, на работе директора. И этого уже ему достаточно, чтобы оказаться в ситуации, так сказать, чтобы между, условно говоря, этими формами сами по себе возникла какая-то там рефлексия, помимо него, пассивным образом. Вот. Вот не возникает. Смотрите. Тут очень много было ниточек разных протянутой. Я чувствую некоторую вину, что я задел этот разговор, потому что у меня не было... То есть, чем я виноват, я хочу сказать. Я виноват с тем, что... Некоторые законченные мысли я не изложил по уважительной причине. Я ее сам еще не додумал. И поскольку я выложил нечто сумбурное, это породило сумбур его обсуждение. Но вот я только хочу сказать, что... Тут просто многое прозвучало то, что, в принципе, должно быть продолжено. И как-то там вот, потянувши за это сказанное мимоходом, нужно размотать интереснейший клубок. Но в данном случае я хочу потянуть только за одну ниточку. Вот. Из того, что прозвучало. Антон, вот ты говоришь, а можно ли указать на какой-то доступный, простому смертному опыт, из которого видно не праздность переживаний Достоевского, героев Достоевского и меня по отношению к... Не совсем это. Мне было интересно услышать вот такой достоверный опыт, в котором меня ужаснуло бы не мое конкретное содержание моего конкретного положения жизненного, что я вот живу так-то, 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 так-то и ничего, так сказать, с этим не делаю. Не это, а то, что, вот допустим, это мой выбор. Или то, что присутствует у меня рефлексия, которая вот стала мне явной. Вот это. То есть, чтобы я столкнулся с собственной сознательностью, что ли, да? Или с собственной рефлексивностью и ужаснулся именно этим. Вот это, мне кажется, просто выдумка. Вот. Тут очень интересный пункт. Вот здесь спасибо, Игорь, обронил одно слово или два, которые меня натолкнули на следующее соображение. Давайте посмотрим вот на дело как. Во-первых, с чего начинается всякий рефлексивный персонаж? Ну, то есть, я не имею в виду, что там позор, стыд, там пьянка. Это действительно, наверное, не важно. И в этом смысле там прав был Булат, когда говорил, что зачем обязательно позор, да просто это может случиться с человеком, что он вдруг стал рефлексирующим. Вдруг он стал вот как бы относиться к себе как вот таким специальным образом. Он сам себя рефлектирует. Вот смотрите, значит, в чем состоит, в чем как бы здесь трагедия этой рефлексии? И почему прав Достоевский, когда ее выставляет исключительно вот в этих жутких формах? Прежде всего в жутких формах. Потому что, посмотрите, я обнаруживаю, что я есть... Ну, давайте вот этот пример из записок из подполья. Человек испытывает зубную боль. Зубная боль с ним случилась. Это нечто вроде урагана, который пришел в город. Вот, это то, что приключилось со мной. И то, что я испытываю. Казалось бы, дело житейское. Вот меня нечто охватило, и я это нечто испытываю. Меня могла охватить не зубная боль, а влюбленность в прекраснейшую из девушек на свете. Предмет как бы приятный, в отличие от зубной боли. Но вне зависимости от того, что меня охватило, приятное или неприятное, я могу поставить себе один простой вопрос. А вот, что является причиной меня самого? Почему этот вопрос важен? Потому что, сколько бы мы ни говорили, что есть разница между мной и моей маской, это всегда просто слова. Потому что маска, будучи на меня надетая, мгновенно присыхает и прирастает. Я есть тот, кто я есть в этих обстоятельствах. Я тот, кто испытывает зубную боль. Я тот, кто влюблен. Я всегда совпадаю с той определенностью, которая мне пришла. И вот в этот момент, в этот момент, герой себе ставит вопрос. А где же я сам? В отличие от всей этой определенности. Вот, то есть, можно это повернуть в таких терминах. А кто является причиной того, что я влюбился в прекраснейшую из девушек? Это мир так сложился? Это гормоны взыграли? Это какой-нибудь купидон в меня попал стрелой? Или причиной этому я? Ты понимаешь, в чем вся штука? Если причиной этому я, то я могу тем самым овладеть этой ситуацией. Я в ней предметно ничего не изменил. Я остался влюбленным в прекраснейшую из девушек. Только изменилась одна единственная маленькая вещь, но которая принципиально важна. Я причина этого произошедшего. Только вот эту вот причиненность надо себе явным образом, не голословно как бы утвердить, а явно себе продемонстрировать. Вот сейчас нет у меня хорошего примера с влюбленной севдевушкой, а с зубной болью у Достоевского все хорошо написано. Как сделать себя как бы господином ситуации, когда у тебя дикая зубная боль? Как? А так, говорит он. Я не просто начинаю стонать, потому что больно, а я начинаю стонать художественно. И вот эта вот художественность стона, она является той прибавкой, которая порождена точно мной. Никакой мир не мог бы меня заставить стонать художественно. Никакой мир не заставил бы меня любить эту девушку так красиво и беззаветно, как я это делаю. Никакой. Вот именно в этой художественности есть я. А это уже, извините, не шутки. Если я смог утвердить себя, то это крайне важно для всякого персонажа. Трагедия персонажей Достоевского только в том, что поскольку они начинают свой опыт с позора, то они вынуждены, чтобы утвердить свое я, этот позор художественно исполнять. И поэтому получается такая фигня, как бы все время нарастающая, все время как бы неприятная. Теоретически, я думаю, можно написать то же самое, но на положительном материале. То есть человек красавец, у него жена красавица, и он президент Соединенных Штатов Америки. И при этом рефлексирующий персонаж. Наверное, можно. Нельзя. Ну вот Игорь считает, что не так. За счет Северной войны и Северной войны. А можно как бы добавить, да? Вот тут Игорь все правильно говорит. Но если вы задумаетесь, насколько метафизично, да, не реалистично, а метафизично это построение. Ведь что означает, что персонаж хочет утвердить свое авторство, да? Это ведь означает, что он не признает мир, что он не дает возможность боли быть болью, что он не дает возможность как бы с ним что-нибудь случиться реального. А он хочет везде своей воли. Он хочет, чтобы весь мир как бы он был порожден им самим. Нет, я хочу всего лишь, чтобы я был. И это мое скромное желание. Я имею право осуществить. С точки зрения экзистенциального, если у тебя с тобой случается боль, то ты точно так же есть. Боль это точно такой же признак того, что ты есть. Еще раз. Я должен быть не просто быть в качестве чего-то предетерпевающего, а в качестве источника происходящего. Задражение Булата состоит в том, что всякое происходящее начинает разыгрываться. То есть достаточно было бы разыгрывать что-то одно. Пусть боль останется болью, пусть она будет чем-то пришедшим извне. От меня независим. Но зато я, как я, утвержден и проявляюсь в чем-то другом. Допустим, вот условно говоря, у меня валит зуб, а я при этом веду... Я играю на компьютере. А я играю на компьютере. Там я-я. Мне тоже говорится, что это замечание очень по делу. А Бога ради. Это типичная рефлексия рационального человека. И написано в эпоху расцвета рационализма. И это очень такое тонкое понимание, но именно вот рационалистической рефлексии. А Бога ради. Бога ради. Нет, я не говорю, что это плохо. Я же только вот что. Вот это вот первая часть. Я могу полагаться только на себя. Это и есть рационализм в общем виде. Ну так, в самом общем, да. Безпроста. Я просто что? Я вот все это подводил к чему? К тому, чтобы было понятно, что вот вся эта проблематика, она экзистенциально не безразлична. Потому что в итоге ведь все сводится к вопросу, как бы я есть или не есть. Но правда... И я так хочу всеми... Наши на выражение состоит в том, что она, может быть, она не безразлична, но она чудовищно не полна. Да, вот эта описанная вами ситуация. Допустим, рядом же, вот очень подходит под ту, так сказать, мизанцину, которую ты здесь представил. Ницше. Со своей, там, этой, анорфатии. Да, то есть вот принять всю свою жизнь полностью и как бы принять на себя, то есть буквально, это называется самоучреждение, да, захватить власть над всем происходящим. То есть, причем это можно делать чисто номинально. Вот что-то происходит с тобой, ты говоришь, это моя воля, это моя воля. В чем состоит? В чем, как бы, каким образом ты, каким образом ты происходящее присваиваешь себе? Тем, что ты не жалеешь о происходящем, не противишься ему, да, как бы готов нести все последствия, да, как только ты просто, так сказать, все это себе присвоил, ты эту проблему, как бы, решил. У них что, значит, это немножко другое. Говорить ему, да. Вот. А у вас нет, говорить ему, нет. Причем, он же уже был в этой ситуации, то есть, раз это происходит, значит, значит, уже как бы... Не говорите ему, да, 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 нет, нет, нет. Вот, вот, вон. А зачем так? А зачем мы... Да, 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 если ты дальше сказать «да». Потому что Лиша... Значит, смотрите, смотрите, какая история. Тут вы сейчас подняли другую тему, которая я бы сформулировал следующим образом, да. А вот обязательно ли рефлексия должна быть вот такой вот преувеличивающей? Почему она не может быть просто констатирующей и просто принимающей? Это интереснейший вопрос, но я его... Не, не об этом уговорю. Об этом, об этом. Была. Ну, это ты... Тихо. Ну, это сейчас я предлагаю ставить в стороне. Я предлагаю как бы просто сделать следующий шаг, подводя к тому, на что меня натолкнул Игорь со своими вещами. А именно, возвращаясь к ответу на твой исходный вопрос, почему, собственно говоря, описание рефлективного персонажа так его пугает? Вот. Здесь очень интересно. Смотрите. Раз, этот рефлексивный персонаж, его рефлексия состоит в том, что он совершает усилия присвоения происходящего с ним. Это именно усилия. Он начинает не просто стонать, а стонать художественно. Он не просто влюблен, а влюблен так, как никто никогда не был влюблен. Здесь неважно на каком материале. Главное, что вот эта вот как бы художественность исполнения того, что с ним происходит, это вот то, что имеет источником только его самого, только меня самого, а вовсе не окружающие обстоятельства. Но ведь это же, эту ситуацию можно описать в терминах того, что я не просто есть, а я автор себя. Я пишу свою судьбу. Если я пишу свою судьбу, то все хорошо. Потому что я полностью как бы обнаруживаю себя в качестве действующего. Я уверен в собственном существовании. Ну и имеется некоторое течение жизни. А что происходит, когда мне показывают описание того, что я делаю, того, что я автор своей судьбы, того, что я сам пишу свою судьбу. В момент того, как я увидел это описание, я открыл для себя страшную вещь. Я открыл, что это всего лишь моё усилие. То есть, это всё-таки моё. Совершенно верно. Я тут не могу сформулировать, я не могу сейчас сформулировать более точно, но я открываю страшное в чём. Вот страшность этого открытия в том, в том, что мне показана условность моего существования. Понимаешь? Я-то его осуществил как экзистенциальный выбор и тем самым самоутвердился. А потом мне показано, что это этот мой выбор условный, что это всего лишь выбор, что я всего лишь форма, искусственная форма по отношению к содержанию. Вот когда мне показывают искусственность моей формы, вот это страшно. Да, конечно. Искусственность формы только тогда возникает, когда человек отождествляет себя с этой формы. Конечно. Да, а если, как Игорь говорит, любит говорить, я нахожу в состоянии, не отождествляя себя с никакой формы, то есть состояние небытия вот этой, или как в моих терминах, состояние возможностей, нет никакого нетерпения, нормально. Я понимаю прекрасно, что хотя я и занимаюсь врачебным делом, но я не врач, я не отождествляю себя с врачом. Я понимаю, что я прихожу в семью, хотя меня считает отцом, допустим, мне нужен. Но я понимаю, что в сущности я не отец и не муж. И так далее. Перечисляя вот эти всякие определенности, вот как апофатическое богословие занимается, когда к Богу подходит, оно отрицает как бы все определенности. Я отрицаю все определенности, говорю, что все это не я, и это не я, и это не я, и это не я. Дело в том, что в таком случае ты не можешь быть вот той, ты не можешь быть принимающим то, что с тобой происходит. Понимаешь? Если ты... Ну вот так. Потому что если ты типа меня здесь воспринимают как отца и мужа, но я на самом деле не такой, это делает невозможным для тебя... Да дело не в том, что для того... Подожди, секунду, я договорю. Это делает невозможным для тебя быть ответственным мужем и отцом, и тем самым ты перестаешь им быть. То есть тут тебе не шутать. Дело не об этом же. В этом дело. Можно ведь наоборот говорить, я и тот, и тот, и тот, и тот, и этот, и этот. Они себе противоречат друг другу. Это множество, да? Да. А ты принимаешь все. И тем самым лишается. Нет, вопрос идет о подлинности. Я и отец, и... Давайте как бы, мы же все-таки из эксенциальной философии занимаемся. Вопрос идет о подлинности. Кто я в подлинности? Кто-то скажет, я в подлинности отец. Кто-то скажет, я в подлинности врач. А на самом-то деле, ты кто в подлинности, да? Вот о чем вопрос идет. Конечно же, можно поступить, как поступает Антон, и сказать, что да, в подлинности все, все, что со мной происходит, я ответственный за все, и это все я. И то я, и это я, и это. Это один из способов осуществить свой экзистенциальный выбор. А можно сказать, нет, вот это вот все меня недостойно, оно как бы все не обо мне. Как вот о Боге, да? Мы можем много предикатов сказать, но все это не о Боге. А как бы вот то, что я сам, выразить невозможно, нечто невыразимое, вот оно есть, его можно только пережить. И оно называется в экзистенциальном смысле бытием или экзистенцией. Вот, говоря о твоем предложении, о том, что вот есть, хорошо, есть множество «я», которые меня получили, да, 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 да. Если маска одна, ее невозможно уже отличить от себя. Потому что, ну, как? А если масок много? Да. Тебя тут, ну, прежним, вы не шли. Я думаю, ты зря думаешь, что это решает проблему. Потому что подобную схему опробовали достаточно подробно, художественно проанализировали еще в античной трагедии. И там тоже, ну, это ситуация неудовлетворительная. Это не снимает трагизма вообще никак. Там другой трагизм. А почему нужно снимать, опять же, трагизм? Вот это тоже вопрос. Ведь Ницше, когда он делает этот выбор, он не снимает трагизм. Он идет его навстречу. Да, это правда. Трагизм в данном случае означает, что ты, для тебя оказывается невозможна вот эта смена масок. Вот в чем трагедия. Если бы она была возможна, то античные трагедии были бы, ну, то есть, они бы не существовали. Это та позиция, которая в античной трагедии всегда исполняет ход. Он всегда говорит герою, ты смотри, ты должен быть таким, сяким, пятым и десятым. И вот так, таким ты должен быть. А герой говорит, я не могу. Я просто не могу их поменять. Ребята, вы поймите это. Да это не так. Если посмотреть на Египта, он пытается своей судьбы избежать. Он же ее знает. Но вопрос ты говорит о том, что он избежал. Что бы он ни делал, все равно судьба совершится. И как раз то, что у Достоевского пишется, и то, что мы можем стать авторами своей жизни, это как раз уже не античная трагедия. Потому что в античной трагедии ты не мог ничего сделать, для того, чтобы избежать свою жизнь. Так кто сказал, что Достоевский это античная трагедия? Нет, просто я еще вот какое замечание хотел добавить. Ты вот когда говорил о том, что персонаж хочет собой овладеть, и это авторство, как есть какой-то позитив. На самом деле, если внимательно читать Достоевского, это всегда, на самом деле, наоборот, негатив. То есть авторство, это на самом деле, трагедия начинается с того, что когда у персонажа возникают рефлексии, он становится теперь вынужден быть автором своей жизни. В этом трагичность. И он с этого момента чувствует себя как бы вот позор, чувствует себя в позоре в других негативных вещах. Потому что теперь он вынужден за всю эту свою жизнь отвечать, должен на себя, как Антон говорит, принять всю ответственность. Нитши же здесь не случайно возникает, да? Вообще, когда у персонажа начинаются такие металии, когда он хочет взять на себя авторство, когда авторство по праву не принадлежит, не знаю, Богу или кому-то, да? Когда он не готов мириться с тем, что авторство принадлежит кому-то еще. Ну, Богу. Ну, Богу, да, ну, в первую очередь, да? То есть вот если Бога больше нет, надо на себя брать авторство. Не, ну, все правильно, потому что, и при том, как бы, именно у Достоевского вот эта вот православная жилка, она присутствует. И когда он изображает этих персонажей, да, которые пытаются стать авторами своей жизни, это как раз персонажи, которые отрицают Бога. Именно главное отрицание Бога и состоит в том, что вот человек становится хозяином своей жизни, что он становится гордым, да, по отношению к той воле, которая осуществляется с ним, да? Поэтому непосредственный персонаж, он более, он находится в стихии, как бы, естественности, он, как бы, находится в стихии воли Божьей. Да нет, на самом деле, вот, само понятие здесь непосредственности, оно тоже, я говорю, оно содержит в себе некий обман, потому что можно принять происходящее с тобой, можно его просто вот принять. Не, ну, в тебе именно Достоевское. Нет, ну, да. А ты уже будешь выручить, пытаешься дальше. Нет, ну, просто не так, что ты проживаешь, не понимаешь, что с тобой происходит, да, как бы, как некий автомат. Нет, не так. А ты, с тобой что-то происходит, ты понимаешь, что с тобой происходит, но ты можешь это принять, но много чего в жизни так принимают. Вот. Ну, в касте, а как я, а как я ведь башмачен, как я, макар девушки, подумай. По-разному. Нет, много мы принимаем с благодарностью, с благодарностью, понимаешь? Как мы к этому отнесём, все вопрос. Именно, как яess, принимаю, это дело с благодарностью. То есть, а как я, качь, башмачен , это чисто нишанец такой. Нет, он чисто православный человек. И это то же самое. Это то же самое, это одно и то же. Чистый вот такой нитшанец, понимаете, и художественно обрабатывает. Тот и дело, что мне еще второй комментарий состоит в том, что в каком смысле здесь понимается художественность. Это тоже, видимо, как бы художественность понимания XIX века какая-то. Почему художественно означает вот эта чрезмерность? Откуда? Или это скорее греческое? Нет, это скорее русское. Да, да, да. Через край. Это не да, а да, да, да. Откуда это? Достоевский говорил, широк русский человек. И вот эта широкая широкость, она и подразумевает эту чрезмерность как бы. Как и через края перемен. Ведь на самом деле, почему как бы тот образец жизненный, который нам уже выписывает Игорь, к которому он призывает, почему он нам, так сказать, неприятен? Он эстетически, в первую очередь, неприятен. Да? Вот этот, который говорит, да, 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 который вот пьет как бы вот так вот чрезмерно. Это эстетически невыносимо. Да? Мы забываем сейчас даже про этику. Забываем про антологию. Ну, у Достоевского есть очень приятные персонажи. И опять же, опять же, эстетически Достоевский, он же не выдерживает критики. Вот в чем дело. Какой? Какой? Да, между прочим, персонаж, записки с подполью, он просто безобразен. Этого читать, на самом деле, нормальному человеку невозможно. Это эффективный персонаж. То есть, если говорится, как литература, это невозможно читать. Потому что это моральный трактор, потому что это философский, логический трактор. Ну, это кому как? Ну, это кому как, да. Ну, просто, видишь ли, я думаю, что... Некоторые люди просто ищут оборудование своей жизни вот в таких персонажах. Можно закруглиться. Ну, в данном случае, почему я так легко говорил художественный, эстетический, ну, тут в данном случае резоны исключительно научные. То есть, как формулировать эстетику? Да, если эстетика, если какое-то произведение совпадает просто под определение эстетики, то оно просто эстетично. Ты говорил о более широком значении слова. Да, и в этом смысле, когда Олег Михайлович формулирует эстетику вот эту рефлексивную, то там просто получается так, что там есть некоторые условия для того, чтобы произведение было признано эстетичным. То есть, оно бы подпадало в сферу. Но это не отрицает же, что, возможно, понимание эстетики иным образом. И тогда Достоевский оказывается вовсе не то, что не эстетичным, а вовсе и не художественным творцом. Бога ради. В этом тут никакой проблемы не вижу. С точки зрения современного акционизма какого-нибудь, да, так ни Толстой, ни Достоевский, ни Тургенев, ни творцы. Да нет, не обязательно так далеко идти. С точки зрения Набокова, да. Достоевский никакой не художник. Нет, ну для Набокова хотя бы Толстой. Нет, ну Толстой, это понятно. Я про Достоевского. Завершу по делу, вот скажу кое-что. А Чехова, кстати, по делу скажи так. Сурово. Понимаете, в чем дело? Почему вы берете Достоевского, да, а не берете Чехова, у которого похожие ситуации встречаются, которым в том числе многобицы не используют в качестве примера, да, вот там все эти рассказы, продукты, а так далее. Потому что лучше Чехова, потому что там все-таки и литература, и жизнь похожа на жизнь, понимаете? И страниц меньше, и страниц меньше. И, скажем так, и естественность, вот принятие, когда художественность возникает, тогда художественность противостоит естественности, да? То есть вот этот персонаж, он делает все чрезмерно, по отношению к чему? К естественному положению. Ну когда в романе отсутствует естественность как таковая, когда там нет вообще этой жизни, когда все вот так рефлексивно, да, то нет и различия. А у Чехова, у него присутствует этот слой реальности, условно говоря. Почему Булак наставит на том, чтобы были персонажи, или вообще была возможность такое, как сказать, неестественное действие, а как это говорит? Непосредственной деятельности. Непосредственной деятельности, да. Чтобы вот это различие от жизни, чтобы это различилось. Можно я последнюю фразу добавлю? Потому что по поводу произведений Достоевского, вообще литература, можно сказать, предложить простую схему, которая не требует каких-то таких метафизических навороток. Ведь на самом деле литература пытается как бы действительно описывать мир. И если мы предположим, как вот Антон об этом говорил уже всегда, что это литература, это некий текст, и наш мир по аналогии с этим тоже вроде бы некий текст. И у этого текста есть некий, вроде, свои законы, своя логика развития персонажей, столкновений этих персонажей. Есть какие-то стандартные ситуации, которые сейчас попадают и прочее. И это очень даже в нашей жизни, да, как мы постоянно как бы находимся в неких ситуациях и вынуждены вести по каким-то себе правилам, да, впадать в какие-то зависимости, там, ситуации и прочее, да. И в чем тогда проявляется вот эстетика такая? Она проявляется просто в том, как человек, сознающий себя, попадая в такие текстуальные ситуации, ведет себя, как он к ним относится. И как персонаж относится к тем, к ситуациям, в которые его автор произведение ставит, да, и как он может относиться к этим своим ситуациям. И как мы в жизни, когда живем, да, как мы на самом деле попадаем в некие вынужденные ситуации, где от нас чего-то ждут, да, вот от нас ждут определенного. Поведение, да, а мы это, либо должны следовать этому поведению, либо должны как бы вести себя иначе, да, где мы как бы людей удивляем, да, мы отказываемся вести себя так, как от нас ждут. Вот это на самом деле простая ситуация, но тут нет ничего, никаких навороток. Более того, я тоже добавлю, да, вот есть, допустим, такая рига, как буддизм, извините, там, миллиарды людей жили, там, и живут, и исповедуют эту религию. И в центре этой религии стоит именно эта проблема, что мы, в общем-то, как бы и не живем, что все, что с нами проистекает, это все, как бы, вот эти вот влияния каких-то сил. И там совершенно другой выход люди ищут, да, то есть, как бы, они идут совершенно по другому пути. Они не разыгрывают дальше свою жизнь, они выбирают не вот этот, не рефлексивный, как выражаетесь, путь. Вот, но при этом нельзя сказать, что вот то направление движения, которое они выбирают, это стремление, как бы, пребывать в какой-то естественности. Это скорее как раз вот в тремлении не будет определенным образом. Не можно еще последним, да, и просто... Не, ну я просто не договорил. Это то, как надо включить? Да не, ребят, я просто не договорил. Я просто хотел сказать... Потом оттригайте, скажи последним. Да, еще, еще несколько раз. Не, ну, ребята, это вы... Я скажу, что я могу сказать после. Я могу сделать... Давайте, как бы, вы просто... Вы на шансе что-то услышали, я же вывод-то не сделал. Вывод какой из этой ситуации? Человек, давайте я уже буду говорить о жизни, либо может согласиться с этими условиями, в которых он живет, сказать, что да, я буду соблюдать моральные нормы, да, я буду себя прилично вести в обществе. И это один его выбор, а другой человек скажет, нет, я буду делать, как я хочу, я не буду следовать вашей воле, вашим моральным правилам, вашим правилам приличия. Вот и все. И Достоевский описывает, что есть такие люди, которые отрицают эти правила приличия, как бы ведут себя, как авторы своего поведения, и тем самым, в том числе, и неприличные. И есть персонажи, которые соглашаются с тем, как они живут, принимают, какая бы она ни была жизнь, и соглашаются с этим, и живут. И в этом проявляется, если в Думовском саде, его православность. Потому что в православии как раз жить по воле Божьей, это означает жить не по своей воле, а по они, которого рода, той воле, которую Бог дает нам, в том числе и через жизненные обстоятельства. И принимая эти жизненные обстоятельства. Вот и вся логика. И тут не надо ничего наворачивать и книжки писать. Это все просто как бы и ясно.